Добрый день! Вы искали, как безопасно снизить вес мужчине в солидных габаритах? А может быть вы хотите еще использовать для здоровья это сделать? Прекрасно! Я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Качко, могу вам в этом помочь. Больше того, я знаю основную движущую силу, которая направляет мужчину именно в этом направлении. Вы знаете, раньше я считал, что это женщина. Она самый заинтересованный человек в мужской силе. Потому что чем сильнее мужчина, тем реже у женщины возникает мастопатия, фибромиома, эндометриоз, эрозия шейки матки. Меньше беспокоит ПМС или вовсе отсутствует. Вы знаете, я ошибался. Постепенное снижение мужской потенции с переходом в импотенцию не мотивирует мужчину снизить вес. Я также ошибался в том, что считал, что это сахарный диабет 2 типа. Да, повышение уровня сахара в крови создаёт такую кучу проблем. Но это не мотивирует мужчину. Сахарный диабет сокращает продолжительность жизни на 30%. И это не мотивация для мужчины снизить вес. Как и другие компоненты метаболического синдрома или смертельного квартета. Как отраслероз сосудов, как гипертоническая болезнь и подавра. Они в комплексе нарушают качество жизни просто напрочь. Резко, внезапно могут сокращать её продолжительность. И это не мотивация для мужчины снизить вес. Мотивация совершенно в другом. Кстати, она объединяет мужчину с женщиной. И мужчина и женщина объединены одним желанием продолжать род, иметь детей. И вот под таким благовидным предлогом мужчина понимает, что сегодняшняя его потенция не позволит ему иметь здоровое потомство. И снижая вес, он хочет ещё и повысить себе потенцию. Великолепно. Если мужчина уже имеет детей, у него есть ещё одна мотивация. Снижая вес, он хочет избавиться от одышечки. От гипертонической болезни. Которая не даёт ему полноценно баловаться с ребёнком, потому что одышка папа не может. Это можно сделать параллельно. Больше того, для того, чтобы активно играть с ребёнком, нужны хорошие суставы. И тут нужно по дороге с избыточным весом избавиться от артроза, остеохондроза, или хотя бы уменьшить их проявление. Я уже говорил о таком распространённом заболевании, как подавра. Это всё можно делать одним пакетом, одновременно. Безопасно снижая вес. Вот когда мужчина понимает вот это, он может избавиться ещё от одной проблемы. Он же понимает, что с ребёнком поиграться днём, а восстанавливаться он должен ночью. Даже как и любимая супруга, ночью должна всё-таки большую часть ночи отдыхать. А храп, который часто сопутствует ожирению, не даст им этого сделать. Снижая вес, вы можете одновременно избавиться от храпа. Поэтому, если вы хотите лечить ожирение по частям, вам жизни не хватит вылечить все последствия ожирения. Если вы хотите лечить всё это одномоментно, одним махом, это всё можно делать легко и просто. Через правильное питание, через правильный приём различных препаратов. Если вам необходим такой путь лечения ожирения, контакты вы видите, вы можете обратиться и получите исчерпывающую для себя информацию.